Согласно прогнозам Всемирного банка, цены на нефть в текущем году вырастут на 52%, что на 47% больше, чем прогнозировалось ранее. Аналитики ожидают, что стоимость черного золота достигнет 140 долларов за баррель. Министры энергетики, обычно стран и экспортеров нефти, и стран-покупателей, обычно речь идет о цифре до 100 долларов за баррель нефти. Сейчас и даже в районе 80, скажем, говорят, что это комфортно и для той, и для другой стороны. Я предполагаю, что страны-экспортеры нефти ОПЕК и более широкий ОПЕК, то количество стран, которые присоединились к ним и создали ОПЕК+, они будут думать о том, чтобы увеличить поставки нефти на рынок и таким образом восполнить дефицит. Эксперты едины во мнении, что рост цен на черное золото вместе с прибылью для экспортеров сырья также несет и негативные последствия. Речь идет о снижении покупательской способности потребителей сырья, что в итоге может привести к резкому обвалу цен на нефть. Высокие цены на нефть, они, скорее всего, приведут к ослаблению росту спроса, к ослаблению финансовой способности платить за более дорогую экономику с рисками обвала экономики и, соответственно, с падением цен. С одной стороны, будет расти прибыль, но с другой стороны, и издержки, и общее бремя на нефть, оказывается, также будет расти. Между тем, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже превысила 121 доллар за баррель. Фьючерсы на сырье WTI на июле составили более 120 долларов за баррель. Стоимость Azari Light достигает 128 долларов за баррель. Трейдеры ожидают, что спрос на энергоресурсы на мировом рынке будет превышать предложение в связи с начавшимся в западных странах отпускным сезоном и снятием антиковидных ограничений в Китае. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова